Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сегодня в Москве встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым. Рассмотрели вопросы развития топливно-энергетического комплекса республики. Глава региона сообщил, что во исполнение поручения президента России Карачаева-Черкесия включилась в работу по консолидации территориальных сетевых организаций в регионе, что позволит заметно повысить качество, надежность и стабильность систем энергоснабжения потребителей. Кроме того, стороны рассмотрели темпы газификации республики. Николай Шульгинов отметил, что Карачаева-Черкесия достигла значительных успехов в улучшении доступности газа для населения. Работа ведется еще более активными темпами. К 26-му году планируется построить более 180 километров газопроводов. Это более 20 населенных пунктов, в том числе и знаменитый курорт Домбай, а также отдаленные аулы Учколанского ущелья. Реализация национального проекта «Безопасные дороги» эту тему сегодня обсудили в Общественной палате республики с участием специалистов Автодора, представителей Министерства строительства и ЖКХ ГИБДД. Подробности у Олибаташева. Конечно, у нас на уровне федеральных дорог, на уровне республикальных дорог, ну, прямо можно сказать, хорошо, если даже не больше. А вот на уровне местных дорог, о чем мы сегодня сделаем акцент именно в эту сторону, муниципальные, сельские, местные дороги, наши дороги, там значительно хуже дела. Контроль за реализацией национальных проектов – одна из важных задач Общественной палаты республики. Высокое качество дорог – это не только комфортабельность передвижения на автотранспорте, но и максимальная безопасность участников дорожного движения. Участники обсудили, что предстоит сделать в рамках проекта уже к 2024 году. В частности, отмечается тенденция к увеличению доли автомобильных дорог регионального значения до 50%, что составит около 124 километров. Уменьшение аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза, а количество стационарных камер возрастет с 70 до 140 единиц. Установка двух автоматических пунктов весогабаритного контроля, транспортных средств на автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Следует признать, что реализации данного национального проекта на территории республики с первых дней его утверждения правительство республики уделяет самое серьезное внимание. Нельзя не отметить значительную работу Министерства строительства и ЖКХ по решению всех вопросов национального проекта. В результате такой слаженной работы все запланированные задания трех лет по национальному проекту в республике успешно выполнены. Представители городов и районов республики в своих докладах подробно говорили о том, какая работа проводится в муниципалитетах для реализации нацпроекта. Вопросы реализации, хода и реализации национальных проектов являются приоритетными для общественной палаты в первую очередь. Исходя даже из последних поручений президента страны, где он четко и ясно поставил задачу перед общественными палатами, субъектов Российской Федерации, так же, как и перед депутатским корпусом, усилить работу, активизировать, качественно улучшить работу за ходом и реализацией национальных проектов. Количество дорожно-транспортных происшествий в республике уменьшилось на 10%. Погибших и пострадавших в авариях стало меньше на 20%, отмечали участники круглого стола. Проект «Качество и безопасность автомобильных дорог в Карачаево-Черкесии» будет действовать до 2030 года. По итогам мероприятия была принята резолюция, содержащая предложение органам власти республики по эффективной реализации нацпроекта «Безопасность автомобильных дорог». Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесии. Накануне в дежурную часть муниципального отдела МВД России Зеленчукский поступила информация о том, что на федеральной автодороге подъезд к Архызу 35-летнему мужчине из Москвы нанесено ножевое ранение, от которого он скончался при доставлении в лечебное учреждение. По предварительной информации, происшествие случилось на обочине дороги. Потерпевший получил ранение в ходе бытового конфликта с лицом, который скрылся на автомашине. В результате проведенных мероприятий автомашина и личность подозреваемого в совершении данного преступления установлены, принимаются меры по задержанию. По информации МВД по республике, управлением уголовного розыска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105, убийства, разыскивается в Дулах Магомедович Бастанов, 88-го года рождения, уроженец в станице Сторожевая. При наличии информации о возможном местонахождении разыскиваемого, Министерство внутренних дел просит сообщить любой орган МВД России, 02, по мобильной связи 102. И данные из зооперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество составило 40 683 человека, из них 32 887 выздоровели, 478 госпитализированы. Ну а сейчас узнаем, какой будет погода на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер южный и 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14, температура ночи 0-5, в горах до 12 градусов мороза, днем до 14 градусов выше нуля и местами плюс 1-6. В Черкесии без осадков, ветер южный и 5-10 метров в секунду, температура ночи минус 2-4, а днем 11-13 градусов тепла. В первое в Черкесске. Выставка страны обезьян и пушистиков. Мартышки и грунки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства на Горького 8. В городе Черкесск пройдет белорусская распродажа. Обувь, куртки, пуховики из натуральной кожи. Скидки до 70% с 16 по 20 февраля. Центр развития предпринимательства. Улица Горького 8. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Крачево-Черкесии пресекли деятельность распространителя наркотиков. Подозреваемые женщины и мужчины, проживающие в Черкесске, задержаны в республиканском центре. В ходе личного досмотра у женщины изъяли 40 упаковок с веществом, которое является синтетическим наркотическим средством. Наркотик предназначался для сбыта на территории Карачева-Черкесии бесконтактным способом. Оперативники установили, что задержанные успели сделать тайники закладки в Черкесске, из которых обнаружены и изъят еще 14 свертков. По материалам, собранным сотрудниками наркоконтроля в отношении подозреваемых, возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны. Сегодня в Москве в штаб-квартире Русского географического общества прошла конференция Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, председателя медиасовета РГО, посвященная старту конкурса медиагрантов. Участвовали представители СМИ со всей страны и члены Русского географического общества. И наш журналист Алла Динаева. Смотрите подробности. Если вы талантливый, креативный и у вас много идей, участвуйте в конкурсе медиагрантов Русского географического общества, средства которые направляются на поддержку медиапроектов в тематике близкой ценности МРГО. Это изучение географических открытий, популяризация путешествий по России, бережное отношение к окружающей среде и спасение дикой природы, сохранение редких животных и культурного наследия народов нашей огромной страны. Не секрет, что раньше РГО отдавало предпочтение в основном документальным фильмам и телепрограммам. В этом году конкурс ждет целый ряд изменений. Председатель медиасовета Дмитрий Песков рассказал проекты какой тематики и в каких жанрах будут в приоритете у РГО. Мы будем обязательно ждать заявок на гранты наших гидов, наших уважаемых гидов. Это у нас огромное количество гидов просто уникальных, талантливых. Рассказывали с профессиональной точки зрения, давали профессиональную информацию о тех местах, которые люди видят, чтобы люди все-таки не просто проводили отпуск, а еще и духовно, и информационно обогащали. В этом году будут приветствоваться форматы, совместимые со всеми медиасредствами, со стандартами больших мультимедийных компаний. Проявить себя могут и студенты, как говорится, дорога молодым. Мы в этом году будем ждать и будем приветствовать заявки от молодых студентов, которые или учатся в творческих вузах, таких как в ГИК, соответствующие подразделения Высшей школы экономики, Академия кинематографического театрального искусства, киношколы и так далее и тому подобное. Им мы будем пытаться дать дорогу, если мы получим от них творческие предложения. Все потенциальные заявители, заинтересованные в конкурсе медиагрантов, могут посмотреть полную версию пресс-конференции Дмитрия Пескова на YouTube-канале РГО. Алладинаева, Валерий Кириллов, Вести, Карачево-Черкесия. На базе археологического музея КЧГУ имени Умара Льева прошел круглый стол археологии в КЧР в состоянии перспективы развития, где были презентованы научный журнал, материалы исследования по археологии Северного Кавказа и сборник Хумаринское городище, итоги междисциплинарных исследований. Также на мероприятии обсудили вопрос развития археологии в республике. На мероприятии участвовал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Нам сегодня очень важно уделять внимание развитию такой увлекательной отрасли науки, как археология. И наша задача оказывать свою поддержку, отметил, открывая работу круглого стола, ректор КЧГУ Таусултан Узденов. Также он презентовал приоритетный проект ВУЗа по археологии, который представляет из себя комплексное исследование памятников археологии Карачева-Черкесии и разработку различных курсов высшего и дополнительного образования в области археологии. Идея такая, чтобы археология была заявлена в стенах нашего университета как приоритетная, как страт-проект, в различных ипостасях своих, насколько мы сможем наши ресурсы позволять. И, конечно же, благодаря поддержке тех людей, которые здесь собрались, друзей нашего университета. Я думаю, что такой синергетический, преобразующий, аккумулирующий эффект мы можем создать в стенах нашего университета. Поприветствовал всех участников круглого стола и мэр Карачаевска Альберт Доттаев. Он пожелал успехов в работе ВУЗа и подарил археологическому музею КЧГУ уникальные археологические находки раннего средневековья. В свою очередь директор Карачаево-Черкесского государственного историко-культурного и природного музея Хаджимуран Элькаров отметил важность проведения таких мероприятий для популяризации науки. Самое главное в археологии это, наверное, доказать истину. То есть не только доказать, а не скрыть ее. Потому что мы много слышим и знаем, видим, как зачастую привлекательные какие-то чьи-то истории великих давно ушедших цивилизаций. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра этнографических и археологических исследований КЧГУ Евгений Нарожный в ходе работы круглого стола презентовал 19 номер журнала «Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа», главным учредителем которого является университет. Данный журнал – своеобразная площадка для научного обсуждения проблем археологии и сохранения исторической памяти ученых-предшественников. Здесь актуальные проблемы современной археологии. Во-первых, здесь, скажем так, содружество ученых, кто занимается в бюджетных учреждениях, в том числе и в частных, скажем так. И они публикуют те материалы, которые раскопали в последнее время. И это показывает и уровень достижения, показывает, ну, скажем, что мы достигли, чего еще можем достичь. Один из важных исследовательских трудов по археологии стал сборник «Хумаринское городище. Итоги междисциплинарных исследований». Ответственный редактор издания, директор Центра энографических и археологических исследований Качагу Умар Качкара подчеркнул, что данный труд – результат многолетней работы по изучению одного из ярких исторических памятников Карачаева-Черкесии – «Хумаринское городище». Самые интересные находки, которые были вот за это время найдены, о чем вот так можно сказать, на территории городища была найдена Касторезная мастерская. Вот на всей этой территории единственная мастерская Касторезная, вот на сегодняшний день обнаружена вот на Хумаринском городище. Участники могли ознакомиться с уникальными экспонатами, найденными во время раскопок при участии ученых университета. Важно отметить, что ВУЗ намерен открыть магистратуру по археологии, создать карту археологических памятников республики и развивать музейное дело. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Таким был четверг. Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Холодные берега». Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова